На одной стороне предприниматели, а на другой его соседи. Жители села Архангельское пытаются отстоять водоохранную зону от застройки. Но есть один нюанс. Территория в частной собственности. В непростой истории разбиралась Марина Тимофеева. У нас метр полтора-два уходит грунт каждый год. Умеренно опасная оползневая зона. Она же водоохранная. И вся эта территория почти в три гектара в частной собственности. Еще 11 лет назад администрация Чердоклинского района, по мнению прокуратуры, необоснованно предоставила право преимущественной покупки. Ведь у нового хозяина здесь 140 квадратных метров нежилой застройки. Мы этот фундамент вчера долго искали, по лесу ходили, потому что его занесло листво. И уже, как видите, он весь зарос деревьями. Но все-таки нам удалось его найти. И вот эта площадь этого фундамента, я померил, 30 квадратных метров. И если районный суд встал на сторону людей, то областное еще в 2015-м нарушение в действиях администрации не нашел. Единственное требование осталось без изменений. Вид использования земли заменить сведение дачного хозяйства на размещение зоны отдыха. И ответственность за это возложили на главу Мирновского сельского поселения. Прокуратура района в отношении главы администрации Мирновского сельского поселения возбуждено дело об административном правонарушении в связи с неисполнением законных требований прокурора. С подобным решением Евгений Артемов не согласен. Мы не кадастры, чтобы заниматься внесением изменений. Собственник должен заниматься. Собственник заветных трех гектаров земли в реаккурационной зоне о своих планах сообщать соседям не торопится. И если с нами поначалу он вышел на связь, то после и вовсе пропал. Тем временем на участке он уже установил опоры линий электропередач. Опасения людей. В скором времени рядом с ними появится еще одна база отдыха. А это шум. Возможно и закрытая территория к Волге. Нам просто перекроют доступ к Волге. Поэтому мы и начали бороться за свои права. Ожидаемый результат вот этого строения здесь понаставят. Это начнется оползень. Жители хотят, чтобы этот участок перевели в категорию федеральных земель в качестве природозащитной полосы. Они обратились в МЧС и природоохранную прокуратуру. У жителей есть только одна организация, которая защищать должна их и представлять их интересы. Это администрация муниципалитета, в котором они живут. Это интересы этой администрации. Соответственно, им нужно эту администрацию заставлять работать вплоть до изъятия этого земельного участка, если эксплуатация этого земельного участка угрожает их безопасности, как они считают. Жалобы, обращения в различные инстанции и надзорные органы. На руках и решение суда. На одной стороне собственник, на другой – жители села Архангельского. История за право использовать свою территорию. Из-за права комфортной жизни длится десятки лет. И финал явно не скоро. Однако сельчане настроены стоять до победного, но пока закон не на их стороне. Марина Тимофеева, Михаил Морозов, Алексей Прохоров. Вести Ульяновск. Чердоклинский район.